здравствуйте вам и дамы и господа зрители моего канала вы со мною меня зовут елена и вы на моем канале элен элегант и я продолжаю репортажи с выставки формулка деле данное видео будет последним заключительным потому что материала было отснято совсем немного но тем не менее хочу поделиться с вами для тех кто ждал и по вашим комментариям от предыдущими моими видео с выставки формулы рукоделия стендере о леса пасты лавочки фундучка и не рукодельных забавах матрина пассива в общем я поняла что многие ждут именно моего взгляда и я очень благодарна вам мои добрые зрители для то что вы любите мои видео в принципе ты побуждает меня снимать скажу откровенно ехать я не собирала но не собиралась но все решил его величество случае то есть у меня были такие сложные обстоятельства жизненные которые собственно я не могла поехать но тем не менее хочу сказать от себя вот понравилась не собой подушечка это стенд арта как вы уже поняли да он первый при ходе находится и подушечкой christmas видите да девушка собачка и девушка с кошечкой такие интересные варианты нежные сюжеты в принципе очень много было таких небольших сюжетов в новинках представлены рта да и не совсем новинки там были тоже интересные сюжеты полюбившиеся уже нам хочу от себя сказать что люблю я оформление стендентру рта разбежку вагонку в разбежку до белого цвета смотрится достаточно сильно но и снежный барс вот тоже смотрите как интересная работа и многие работы конечно влияет не пленяет на уровне нравится нравится но вышить я уже теперь четко размышляю над тем что могу вышить или нет тоже такой период совсем забросила вышивку поэтому приходится считаться до со своими возможностями и четко продумывайте то что хочется приобрести хочу сказать что в эту выставку я опять же снимала очень много и опять же наступила на те же грабли да да то есть я не стала в ущерб съемки осуществлять некоторые свои дела которые хотела сделать на выставке но в принципе я наверное не успела их сделать то что времени опять же было немного совершенно всех мероприятий которые были на выставке я участвовать не смогла я даже не смогла сделать некоторые покупки которые планировал потому что когда я закончила съемку и стенды уже закрылись то есть вот опять же доделать ошибки но меня это мотивирует тем что я знаю что многие ждут именно моих видео именно моей подачи вот и совесть конечно не оставляют в покое а также и так бы я спокойно как простой посетитель прогуливалась по и получал удовольствие но тем не менее да спасибо вам большое конечно вы мотивируете снимать и мотивируете выкладывать видео и вот эти видео кстати тоже были выложены случайно были такие у меня уже варианты когда я заболевала после выставки к сожалению вот опять же неприятная такая традиция сложилась и заболевала настолько сильно что не могла выложить видео а потом уже уже теряли актуальность и не собственно не очень хотел с этим заниматься смотрите какая девушка очень элегантная и под ветром и осенними листьями мне очень понравился сюжет и думала что может быть и так же произойдет и с этой выставкой но опять же его величество случаев меня ждали я надеюсь что ждали не напрасно благодарю всех опять же кто оставлял добрые комментарии под видео и те кто ждал вот собственно трудилась для вас и так что могу сказать о выставке в принципе честно говоря когда уже посещаешь уже не первую выставку уже ну для для многих так складывается да когда первый раз я попала и многие из вас да то многие из вас были удивлены и снимали практически все и хотели поделиться с нами но это тенденция такая срабатывает у всех а потом когда выставка уже не первое и уже многие работы ты видел и и многие мероприятия тебе знакомы многих людей ты знаешь ты уже по-другому относится к выставке и для меня уже другие приоритеты становятся да то есть я думаю стоит ли все таки посещать форума рукоделия или нет те плюсы которые будут перекроют ли они те минусы которые будут потому что 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 тут лукаве действительно есть и минусы посещение как и в собственной всей жизни но для меня лично конкретно это конечно сложно вырваться и вот неприятностей со здоровьем ну и сложные некоторые жизненные ситуации которые сложно и приходится преодолевать попав на выставку например там по пробке и как количество по времени по потерянного да ты думаешь может быть может быть потратить его нужно было с пользой другом месте то есть вы поймите меня я говорю еще для тех кто приглашал или на выставку или на какие-то другие мероприятия я всегда думаю конкретно стоит ли я посещать их или нет потому что выставки я посчитаю посетила уже немало и не только формула то есть есть некоторые опыты уже понимаешь вообще что тебя ожидает и стоит ехать или нет и ради каких мероприятий вообще стоит ехать или ради каких встреч а вот собственно буратини это фирма с рт смотрите да деревянные заготовки они продаются как отдельно так и участвуют в некоторых уже дизайнах новых дизайнах от фирмы рт и хочу сказать что для для себя хотела купить шкатулку но к сожалению не было того формата и той расцветки шкатулки вот компания рта предоставляла шкатулки в этот раз интересные вот собственно стенд рта целиком для вас и хочу сказать что поэтому если с кем-то я не встретилась или не могла встретиться не обижайтесь просто просто обстоятельства складываются так что я вынуждена выбирать но и плюс на собой на самой выставке формулы рукоделия для меня есть некоторые минусы в том плане что есть уже почему-то такие негативные отношения от некоторых блогеров которые очень ревностно относятся к этой выставке они считают что они монополизировали они могут снимать только одни в этой выставке и как-то так ревностно относятся к другим блогерам и это всегда забавно кажется так смешно думаю мероприятие как бы ты не осветил все равно это не будет полноценным до 100 процентов всегда один человек не может осветить никакое мероприятие поэтому чем больше отзывов тем лучше для самого зрителя вот видимо другие блогеры смотрят по-другому на эту ситуацию ну да бог им судья надеюсь что они поймут что они ошибаются вот и поэтому когда мешают снимать или лезут в кадр до что прервать съемка мне это так всегда смешно думаю но следующий раз наверное я буду их снимать чтобы все увидели глупость которую они делают а этот стенд мария искусница смотрите данной терморты достаточно интересные хотя вот обилие конечно алкогольных напитков она скажу вам по секрету это кстати основатель да по моему юрий жукник сказал материнопосады что планируется кофе данной терморты с кофе и какая-то банная тематика так что разбавится это алкогольная тематика для любителей не алкогольных тем а это вот удачные рыбалки да собственно те вещи которые рекомендуются к подаркам вышивальщица и мужьям да которые занимаются рыбалкой но хочу сказать что материнопосад меня удивил в этот раз своим подходом к покупателям и это я рассказывала отдельно в видео смотрите есть это видео на моем канале я постараюсь под видео оставить все ссылки да на всю формулу которая была осенью 2017 для тех кто пропустил может быть посмотрит и много для себя найдет в качестве новостей об ст интересная очень работа у них были меня пленила конечно мадлен она далее будет слайд-шоу я хотела вам вначале показатель видео ряд некоторых работ да но это опять же подчеркнуто некоторые вещи которые мне удалось снять потому что я во времени была ограничена вот то есть выставка конечно же больше содержала информации и к счастью уже сейчас многие блогеры этим занимаются освещают выставку поэтому скудости у нас в этом плане нет и вы можете зайти на youtube до любые соц сети и большое количество информации по этому поводу подчеркнуть чем мне вообще мне это нравится эта ситуация то есть я за то чтобы больше было блогеров и для то чтобы было больше возможности освещения потому что ну более возможно для тех кто не попал на выставку это конечно же плюс то есть как каждый человек индивидуально до подходит и что-то рассказывает свое я думаю что это будет интересно вот жар птица мне понравилось тоже оформила стенд такой интересный я даже не знаю как назвать кукла я не знаю как я не успела поговорить к сожалению в это время тюшка собирались этот как как раз конец уже выставки до поэтому далее далее покажу вам ряд слайд-шоу из тех работ которые я вот для себя как сказать выбрала взглядом да и фотографировала и старалась все таки подписывать что это за работа потому что часто в комментариях вы спрашиваете что это за работа и чтобы не тратить на это время они вам не мне сразу вот писал внизу внизу картинки да вы можете увидеть название фирмы вот опять же пойдем фотографии по рт о что могу сказать от себя конкретно видела я многие и репортажи онлайн с выставки от блогеров мне они очень понравились не буду опять же называть имена кто именно но некоторые были очень и очень достойными в режиме реальном времени можно было прогуляться по выставке и посмотреть некоторые события до которые происходили да и некоторые новинки некоторые конечно снимали не очень качественно и говорили не совсем и то что хотелось но в принципе я думаю на вкус и цвет да то есть каждому каждому свое каждый найдет своего блогера главное чтобы их было много и зритель нашел у нас себе по вкусу вот это моя позиция а по поводу того что мне интересно конкретно вот о чем вы меня просите снимать или не снимать и я сразу вам озвучу что что на что я смотрю уже как как уже сказала да когда не первая выставка уже не просто бегаешь по выставке уже обращаешь внимание на некоторые события которые происходят на выставке и более глубоко подходишь каждому стенду и собственно поэтому мне интереснее снимать интервью и задавать вопросы представителям производителя конкретно да на которые он готов будет ответить не все к сожалению участники выставки это я вам уже тайну секрет открою идут на контакт в том плане что не все они кто-то может быть и некомпетентен отвечать на вопросы найти которые много вопросов которые можно могут задать кто-то вообще не расположен вот поэтому я вот опять же подчеркнула сейчас позицию с марии искусницы они были сверх расположены к зрители покупателям посетителям это очень хорошо так держать если бы все все себя так вели участники выставки то конечно же жизни рукодельниц было гораздо лучше бы на выставке вот потому что к некоторым стены подходишь и понимаешь что вообще тебя тебя там не ждут и тебе не рады не только тебе но многим посетителям это конечно неправильная позиция вот и я не совсем осуждаю я понимаю что это очень тяжелое мероприятие что подготовиться к выставке тяжело что участвовать в выставке тяжело я сама была участником правда не вышивальных выставок более серьезные были мероприятия не буду конечно говорить что это за выставки были но да это довольно сложно очень тяжело просидеть на выставочном мероприятии тем более несколько дней подряд потом просто как выжатые лимонды я очень хорошо понимаю участников да но это всегда чувствуется когда участник тебя ждет или когда он совершенно не готов да то есть здесь даже страдают не только посетители но страдают сами участники потому что просто от них отходит посетители да потому что ну и к не с негативным отношением конечно же мало кто хочет мириться вот и по поводу встреч на выставке хочу сказать что не все встречи конечно положительные хочу сказать уже начинаю думать что что начинаю выбирать да какие все-таки встречи лучше какие нет уже начинаю фильтровать потому что были все-таки опыты негативных встреч у меня конкретно вот поэтому начинаю думать на самом деле я уже честно говоря отчаялась что что у меня исполнится все мои желания потому что большинство Блогеров, которые я бы хотела встретить на выставке, да не формула рук один на всех, они живут в других странах или вообще на других континентах, поэтому все у меня, наверное, нереально, поэтому я уже отчаялась и как-то уже перестала назначать встречи. И вообще больше начала уделять времени своей жизни, да, и выставку уже как мероприятие отодвигать на третий, пятый, десятый план, вот, поэтому тратить на нее совсем немного времени. Но это вот мой подход конкретный. Я не знаю, я просто в такой сейчас жизненной ситуации нахожусь, в таких обстоятельствах, поэтому вот всем говорю, да, опять же, подчеркиваю, те, кто звал на выставку и хотел встретиться, либо я по времени не могла, либо у меня возможностей не было, поэтому прошу не обижаться и понимать. Вот, те, которых я приглашала, тоже порой по времени не могли, то есть вот мы не состыковываемся, все-таки сложно, это жизнь, это жизнь, и жизнь непростая, поэтому, к сожалению, ну, кому-то везет. Я, например, с удовольствием смотрела многие отчеты вышивальщиц, которые устраивали рукодельные встречи, вот, ну, все же назову, все же назову одну из них, озвучиваю. Вот это гавернер общества, да, в инстаграм, мне понравилось, как они встретились, потому что они собрались из многих городов, вот я всегда уважаю, да, и делаю всегда комплименты тем вышивальщицам, которые все-таки преодолели все эти сложности, все-таки собрались, и то, что это непросто, у всех жизни, у всех детей, у всех работы, это там и обстоятельства какие-то жизненные, которые надо преодолеть, и не в ущерб, конечно, себе, встретиться в удовольствие, вот, браво, когда это получается, вот, к сожалению, у меня так не получалось, поэтому вот так. Значит, по поводу самой выставки тематика был русский стиль, как вы уже поняли, да, по поводу эсте, вот смотрите, Мадлен после молитвы, но опять же, вот, мне очень жаль, что я не могу передать ту красоту, которая содержится в этих работах, да, у кого, кому-то нравятся миниатюры, кому-то нравится прикладная вышивка, я вот не спорю, но когда я вижу вот эти шедевры, огромные работы, да, многие экспозиции, многие из них по картинам масла сделаны, да, репродукции, я понимаю, что это не уступает, это просто вид техники другой, да, масло это одно, живопись масляная, хотя она, конечно, может прожить там многие годы, а вышивка не такими другой, но все равно при бережном отношении вышивка может прожить многие годы, и вот когда я вижу эти работы, я просто поражаюсь. Посмотрите, пожалуйста, видео с эсте, мое видео конкретно, да, Ирины Фундуковой, она рассказывает о сравнениях, о новинках, конечно же, это очень мало информации, ну, формат выставки не дает, да, рассказать все, о чем хотелось бы рассказать, вот конкретно здесь «Римский развалин» – это работа самой Ирины, вот как и Бочерскую, то есть она сама вышивает, да, это всегда интересно подойти к этому стенду и узнать, вот, например, «Ручной ручей», «Лесной ручей» для меня было поразительным, вот вы сейчас видите, 16-й каунт, до этого он был на 25-м, и разница просто колоссальная, это в два раза разница работы, вот видите, да, в два раза больше работы на 16-м каунте, но качество картинки не теряется, это вот, это уникальность схемы, да, проработки схемы, это как к этому подходит эсте, вот, по поводу прогонов, мне так смешно это всегда читать, это и есть прогоны, уважаемые зрители, и для тех, кто не понимает, что такое прогон, опять же, вот, надо будет оставить мне ссылку на интервью самой Ирины Фундуковой, которую мне давала на Creative Festival 2016, и рассказывала, что такое прогон и вообще, как к нему подходить, вот опять же, да, Мадлен после молитвы, восхитительная картина, она гораздо ярче, вот, чем сейчас на фото, и гораздо богаче, поэтому я вот прошу прощения, надо всегда вытягивать фотографии с естественным освещением, а на выставке оно желтое, и поэтому тут всегда такая дилемма, вилка, да, либо показать вам естественные цвета в белом освещении, либо показать вам яркие в желтом, вот, я предпочитаю больше к естественным, но все равно, поймите, что к естественным, в искусственном освещении, даже те работы, которые находятся у вас дома, ну, я думаю, что вы не увидите естественного, при искусственном освещении всегда искажаются цвета. Вот по поводу Риолис, мне понравились работы Ададжио, да, это были одними отличные пары, как я уже сказала в видео, и вот эти домики новогодние, мне очень нравится тема новогодних сюжетов, и когда они вот такие небольшие, миниатюрные, то есть успеть можно к Новому году их выжить, но они не менее хороши, чем большие, поэтому, 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 поэтому Риолис Убрага, очень много было новинок интересных в этот раз у Риолиса, я не ожидала, да, то есть это была совершенно разная тематика, и прикладная вышивка, и вот Нутерморды, кстати, это уже новинка, и новогодняя вышивка, то есть они постарались, молодцы, поэтому интересно было посетить, был квест, опять же скажу, у меня не было времени на него совершенно, если бы я участвовала в квесте, то я бы совершенно не снимала и ничего не купила бы, поэтому. Ну вот те люди, у которых есть возможность целыми днями побывать 4 дня на выставке, ну, я не знаю, это вот, я не представляю себе, когда я подошла на одном стенде, спрашивала, как девушка рассказала, что к ней приехали очень многие из других городов, у меня было поразительно, например, да, как девушки приезжают, оставляют детей, оставляют работы, оставляют мужей, оставляют обдела и целый день ходят по выставке, ну, это, ну, не знаю, может быть, может быть, такие работы несерьезные, может быть, там, дети спокойно отпускают маму, хотя вот не представляю, на сутки, то есть это две ночи до отсутствия, ну, видимо, другой подход, да, и другие обстоятельства жизненные, поэтому мне это не совсем понятно, но я не осуждаю, я просто говорю, что я по-другому к этому отношусь, и поэтому вот так, я вот сейчас пыталась максимально для вас открыть, да, свои обстоятельства и свои отношения, да, к выставке, к мероприятиям подобного рода и вообще к формуле рукоделия, конечно же, формула – это самая насыщенная выставка, вот тем она меня, собственно, и отталкивает в последнее время, потому что снимать сложно, народу много, и есть вот всякие негативные ситуации, связанные с блогерами, вот, к сожалению, да, вот меня это посещает, хотя, кстати, может быть, и со многими это происходит, просто я на это обращаю внимание, я просто отношусь к этому не так, как некоторые, да, то есть я не делю ситуацию и не делю сферу, да, потому что, в принципе, такой негласный закон у журналистов, что они поддерживают друг друга. Я не считаю, что, конечно, мы профессиональные журналисты, но я считаю, что мы и слегка, да, занимаемся подобным родом деятельности, и если не поддерживать друг друга, я не знаю, что это вот получается, да. Это не получатся некачественные сюжеты, ну, это деструктивно, я вот не понимаю, почему себя люди так ведут, я надеюсь, что они все-таки одумаются, и по-другому будут. То есть я за поддержку, да, и те, кто за поддержку, обоюдную поддержку, среди блогеров, пожалуйста, присоединяйтесь, с удовольствием поддержу. Вот фирма Пана, да, смотрите, какой кит интересный, мне понравилась эта работа. Честно говоря, Пана тоже очень хорошо оформила свои работы, и свой стенд, вот эта отделка под клинкерную, прошу прощения, плитку, в белый цвет, очень я люблю, тоже смотрится очень интересно, то есть вот стенды года от года, они все стильнее и стильнее, все интереснее и интереснее, я понимаю, что производители конкурируют между собой, стараются сделать более интересным, то есть это, конечно, плюс, и большой плюс для нас, да, то есть они хотят сделать наш вышивальный праздник более ярким. И что могу сказать по новинкам? Да, многие новинки понравились, вот и в Матройной Посаде были новогодние новинки очень интересные, многие я рекомендую, но все же, все же я настаиваю на том, что лучше видеть вживую, потому что никакой видеоряд, никакая фотосъемка не покажет вам то, что вы видите вживую в жизни. Желаю вам всем, кто хочет посетить выставку, посетите ее, либо эту, либо другие. И спасибо вам за внимание, с вами была Елена, и встретимся на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин